Как думаете, что для архитектора значит собственный дом? Для клиентов я спроектировал достаточно много домов, но всегда мечтал о проекте своего. Я выбрал участок в необычном месте. Когда-то давно в этих окрестностях жил мой прадед. Проект дома постарался сделать максимально необычным. И вместе с ростом вот этого дома начался рост нашего ютуб-канала. Я пошагово рассказываю о строительстве дома, про каждый его этап. И сегодня уже юбилейная десятая серия. И поверьте, она будет еще интереснее, чем первая девять. В этом выпуске мне хотелось бы вам рассказать про благоустройство, потому что это большая работа, которую мы закончили. Думаю, вам будет интересно. В целом попросил бы вас, если вы хотите себе современный дом, перейти на наш сайт по ссылке в описании. Там вы увидите наши проекты, потому что это не единственный дом. Таких много, и я надеюсь, вам они понравятся. Кстати, кто смотрел предыдущий выпуск, я там делал blowdoor тест. Это тест дома на герметичность. И в комментариях мне написали, что у меня какие-то низкие показатели этого теста. Там было 3.2. Я их улучшил, то есть сделал дом более герметичным. И теперь 2.3. Чем показатель ниже, тем он лучше. Поэтому мой дом имеет хорошую ветрозащиту. Значит, рассказ про благоустройство. Правильнее начать с навеса, с мощения и с вот этого окружения въездной части. Значит, у меня дом соединен с хозблоком, специальным навесом. Это удобно, потому что вы за город всегда приезжаете с какими-то пакетами из магазина. И, соответственно, неудобно идти как бы с отдельного навеса, когда тебе на голову падает снег, дождь и прочее. А тут вот близко, да. То есть ты запарковался и сразу можешь занести пакеты в дом. Значит, в доме нас встречает такая вот интересная дверь. Она с... Это умный замок. Соответственно, если у вас есть телефон, он синхронизируется по блютузу с замком. И вам не нужно искать какие-то ключи. Вы просто открываете дверь. Для вас она всегда открыта. Вот. Опять же, если вы ушли... Вот. Я могу достать ключик, показать. То есть если я уезжаю, я просто ее закрываю. И она автоматически закрыта всегда. Это опять-таки хорошо. Ты просто не думаешь, а закрыл ли ты дверь. Вот. То есть ключи фактически не нужны для такой двери. Если же приехал какой-то электрик, я могу ему сказать код. Он ведет код на панельке и откроет дверь. Соответственно, могу ему открыть дистанционно дверь с телефона. Могу через камеру проверить, что происходит. То есть вот это вот все очень важное для загородной жизни, на мой взгляд. Дверь с большой ручкой. Вот как я люблю. Оставляю вам ссылку в описании. Интересный подрядчик, интересный замок. В общем, могу рекомендовать. Сама дверь очень теплая. Это двухкамерный стеклопакет с толстым стеклом. Плюс дополнительное вот здесь вот есть стекло, которое заходит на раму этого стеклопакета. То есть она под стиль дома, плюс имеет красивое отражение. В общем, очень доволен этой дверью. Вторая дверь у меня расположена в котельную. Я вообще считаю, что в котельную нужна отдельная дверь. Потому что если приходит мастер по отоплению, настройке каких-то систем, то он не идет через весь дом. Он зашел в котельную, все настроил, ушел. Дверь покрашена в цвет фасада, ее практически не видно. Значит, к дому уже подведен газ. Терраса – это значит то, что в следующем выпуске мы будем разговаривать про инженерные сети. Поэтому жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мощение. У нас такое немножко необычное. Мы хотим быть френдли к окружающей среде. Тем более, что находимся за городом. Все из дерева, дом деревянный, террасы деревянные. Поэтому мы используем такой recycled material. Это колотый гранит, фактически, который выкидывают. Мы его уложили, профуговали швы. Это его как бы не финальный вид. Мы еще подфугуем его по весне, но уже красиво. Подрядчики, которые это делали, назвали эту мозаику инкрустацией. Потому что это реально очень сложно. Они каждый камушек подгоняли друг к другу. В целом, благоустройство у меня очень интересное. Я его полностью завершил и понял, что чего-то не хватает. И дом, он днем смотрится красиво, а вечером он такой весь темный. И я понял, что не хватает света. И рассказ про благоустройство я буду строить следующим образом. Я буду говорить вам про какую-то функциональную зону, а потом про освещение в этой зоне. И я когда понял, что не хватает света, я, конечно же, позвонил нашему партнеру по освещению Сергею. Ну что, ребят, Сергея вы уже знаете. Вы знаете его по нашему предыдущему ролику, где он разносил просто освещение в квартире. Пытался, сделали, да. После этого мы подружились. Я его пригласил на свой объект, где он помог мне воплотить в жизнь эту концепцию. Твои идеи, тебе про них рассказывать. У Сергея есть YouTube-канал. Уже кидали его. Кидаю еще раз, если вдруг кто-то не подписался. Обязательно надо подписаться. По свету. Это такой лучший в России специалист, с которым мы работаем. Спасибо, спасибо, Андрусь. В прошлый раз мы виделись с вами на канале Андруся именно в квартире. Я свою аудиторию тоже призывал вас максимально разносить в комментариях. Но почему-то только хвалили. Здесь мой дизайн уже был фасадного освещения и ландшафта. Ну, кроме вот мостика. Поэтому я тебе попрошу тоже и вас, ребят, пожалуйста, дайте жару в комментариях. Можно побольше критики, потому что мы, художники, нам очень важно обратную связь слышать. Здесь конкретно очень сложная задача, ребят. Это не типовой заказчик, который строит себе первый, второй или пятый дом. Это архитектор. И как это? Он вообще намного круче видит все детали, чем любой просто заказчик и даже я. Поэтому, когда ты для архитектора делаешь работу, это просто тройная ответственность. И я, честно говоря, немножко мандражирую по этому поводу. Но это ничего. Здесь была концепция фасадного и ландшафтного освещения. Архитектура нетипичная. Это современная моя любимая архитектура минимализма. И помимо того, что необходимо своим светом не вторгаться в этот объем архитектуры, а дополнять его, у нас здесь есть площадка, у нас есть пешеходная зона, есть зона очага. Мы сейчас находимся, это что? Это барбекю зона. Это барбекю зона. Поэтому много разных концептуальных приемов освещения. Мы про каждого из них сейчас расскажем. И самое интересное, что не всегда форм-фактор можно хорошо интегрировать именно вот в эту стройку. Но здесь, поскольку все такое кубическое, мы удалось использовать одного производителя. С производителем был вопрос, потому что не все производители у себя в ассортименте обладают теми светильниками, которыми можно закрыть все позиции. Как я уже сказал, есть и ландшафт, есть и фасады, есть и архитектура. Но я нашел, собственно, моего основного партнера и поставщика. Это фабрика Vitrolux. Ребята находятся в Санкт-Петербурге. Супер их рекомендую. Крайне надежные светильники и супер адекватные по стоимости. Это для нас очень важно. Они прямо у себя на фабрике разрабатывают все дизайны светильников. У себя же делают оптику. У себя же единственное, он только диоды закупает, потому что где-то их выращивают в Америке или еще где-то. Но все остальное снимает кривые сил света. И они гибкие. Поэтому, когда я к ним сказал, слушайте, есть сложный заказчик, правда, вот он, ну, то есть он прям до деталей, он просто будет докапываться. Он говорит, да нормально сейчас, давайте, что там такие делали. Они делают в основном городское освещение. Но здесь мы им даем площадку. И я их применяю, потому что, ну, не боюсь. Поэтому у нас здесь есть и фонари, и ландшафтные светильники, и камыши, и спортивные светильники, и, конечно, архитектурный свет. Поэтому смотрите, будет круто. Поехали. Ну что, товарищи, давайте начнем. Вот это въездная часть. Мы залили фундамент под шлагбаум. Тут будет очень классный шлагбаум у компании Алютех. Наши любимые партнеры. Стараемся применять их продукты, потому что они молодцы. Значит, дорога. Дорогу мы сделали пока временную. Это асфальтогранулятка. Переработанное дорожное покрытие. Почему дорога временная? Потому что здесь находятся пять участков. Из них только три дома построены. То есть два еще предстоит построить. И какую бы мы дорогу ни сделали, она бы убилась со временем. Поэтому мы сделали асфальтогранулят. Какое-то время эта дорога нам прослужит верой и правдой. А через годика-два мы сделаем тут четенький асфальт. Интересно, что это все делаю я, хотя пользуются все вместе. Ну да ладно. Хотим же сделать хорошо. Сюда мы посадили очень высокие туи. По факту это участок соседа. Но опять же мы помогли ему облагородить переднюю линию. Потому что фактически это въезд. А въезд хочется, чтобы был красивый. У нас с одной стороны деревья, со второй стороны высокие деревья. Вот эти туи, они там 6 метров высотой. Сложно так вот сходу померить. Но я думаю, вот я стою, вот стоит дерево. Можно соотнести около 6 метров. Это туя-брабант. Ну первый раз в жизни я сажу такие высокие деревья. Поэтому скрестим пальцы, что с ними будет все хорошо. Вот мы старались все сделать правильно. С другой стороны находится пруд. И чтобы проезжающие мимо люди, там не знаю, гости, там будущие владельцы этих участков, не думали, что этот пруд принадлежит всем, то я тоже тут высадил как бы сосны. Они 4-6 метров примерно. Это черно-японская сосна. Они сплетутся в такую вот единую как бы зеленую стену. И в общем-то как-то будет более камерная обстановка вот внутри на моем участке. Значит, с этой стороны забор. Я вообще помог соседу немножко с забором. Ну поставили ему полностью все материалы, а он, собственно, этот забор сделал. И как бы забор теперь в цвет моего дома. То есть как бы для меня это было важно, чтобы это была одна общая стилистика. И, ну, я считаю, это очень правильно. То есть не нужно думать только про свой участок, да. Вот не люблю этого, когда зона комфорта ограничивается входной дверью. А все, что за входной дверью, это там хер с ним. Мне хочется, чтобы как бы в целом вот это место, оно было очень красивое. Чтобы сюда приятно было заезжать вот со шлагбаума, да, с основного заезда. И заметьте, я не делаю заборы прям 6-метровые. Забор вот соседу сделали, да, а у меня нету забора нигде. То есть вот тут просто деревья растут. И вот это правильно. Значит, это вот въездная группа. И тут вот есть такие вот камни, чтобы создать скандинавский дизайн. Тут точно должно расти какое-то красивое дерево. Кто там у нас в комментариях спец по деревьям, пишите какое. Я люблю Неваки, но они стоят вот как крыло от Боинга. Поэтому, если вы знаете еще какое-то красивое дерево, пишите сюда. Значит, стенка. Мы залили такую бетонную стену. Стоила она тоже космических денег. Но это очень хотелось сделать по разным причинам, да. То есть, во-первых, это название дома. Хорошие дома, у них есть название. Название написано на бетонных стенках. Все архитекторы это знают. Как бы здесь просто общепринятая история. Во-вторых, сюда можно повесить почтовый ящик. Ну, как бы забора ж нету. И что, почтовый ящик делать на палке? Ну, как-то вот какая-то американская тема, да. Вот, мы повесим его сюда. В-третьих, тут будет название улицы. Если там человек заблудился, как-то сюда попал, он так раз посмотрел и понял, где он находится. Как бы, да. Это всегда приятно, когда название улицы и номер дома висит. Как бы, ну, я не хотел на доме, в этом случае на стенке. В-четвертых, значит, эта стенка создает некую приватность. Потому что дальше участок идет резко вниз. И получается, что, когда ты находишься на террасе, вот эта стенка заслоняет тебя от соседа. То есть, видите, забора нету, но приватность сохранена. Это как бы важно. В-пятых, здесь есть линия освещения. Вот там, где матский хаус, там справа такая линия освещения. И ты, когда едешь вот вечером, она тебе вот эту подсвечивает участок. Это прикольно. Плюс есть светильники, которые светят на стенку. И если вы посмотрите, вообще, самый первый проект моего дома, от которого я когда-то отказался. Вот я вам ссылочку кину, да, чтобы вы посмотрели, где-то вот там вверху она будет. Значит, там были бетонные части, которые разрезали вот деревянный фахверковый дом. Вот я от этого отказался, но, тем не менее, у меня есть бетонные перегородки внутри. И дом только снаружи фахверковый. Внутри он из монолитного бетона. Мне хотелось этот монолитный бетон как-то вот показать еще в благоустройстве. И вот эта стенка, это как раз вариант. Вот я, ну, не знаю, ребят, я очень люблю монолитный бетон. Если вы знакомы с творчеством Тадао Анда, вот архитектор японский, который делает все из монолитного бетона, вы меня поймете. Короче, вот это причины, по которой мы залили эту стену, и я ей супер доволен. Рассказывая про участок, надо рассказать про вот этот кусочек участка. Я вам буду про каждый из кусочков рассказывать, и мы вам дадим такую карту, где будет видно, как я двигаюсь по участку, и какие зоны функциональные тут есть. Вот конкретно вот эта зона, у нее вроде как нет функции, это просто прямая часть участка, дальше которой идет такой резкий склон вниз. Она прямая по той причине, что дом может достраиваться с этой стороны, да, то есть вот тут у нас санузел находится и входная зона. И вот эта вот панелька, вот эта вот панелька, она может достаться со временем, да, и сюда через стеклянный такой переход достраивается еще одна часть дома. Притом ее мы можем привезти и просто краном вот сюда вот установить. Но суть в том, что мне сейчас не нужен дом 250 метров. Ну то есть зачем? Нас двое максимум, то есть ну как бы его просто убирать придется. Вот 150 метров плюс там здесь еще 20, 170 метров более чем достаточно для двоих людей. Но когда появились дети, стало нас трое, там я не знаю, там четверо или какие-то еще, или понадобилось там работать из дома, и здесь должна быть прям такая хоум студия. Мы можем этот дом увеличить, и я предусмотрел возможность для его увеличения. Там даже все инженерные сети подготовлены заранее в этой точке дома, чтобы потом как бы в достраиваемой части организовать отопление, водоснабжение, электрику и прочее. Это стоило мне дороже на этом этапе, но зато мне недорого будет стоить достраиваемая часть. Плюс мы занимаемся модульными домами, это у нас профильное направление, поэтому мне это вообще легко. Дальше если мы идем, то вот тут есть такой вот склон. И здесь есть некая группа растений, ну просто сопутствующая, да, потому что вот есть, скажем, там забор из туй, вот эта часть забора, это туй. Они не такие высокие, как у соседа, не 6 метров, здесь метр 20, полтора метра, но они будут быстро растения, по 40 сантиметров в год растут. Я вообще долго выбирал растения для какой-то живой изгороди, и вот брабанты, если их не стричь, они вот такие вот как бы как куст, такие заплетаются. В общем, получается такая ровная классная линия, такой вот живой изгороди, растет по 40 сантиметров в год, зимой зелененькая, прям все как надо. Но вот захотелось чуть-чуть как-то ее разбавить, и вот мы посадили сюда, может видели в пазо прошлом, если не ошибаюсь, выпуске, мы садили вот сюда вот эти сосенки, они как бы сосны. Они как бы набрали прочности, так сказать, ну короче укоренились, начали расти, сейчас их можно как-то формировать. Вообще формировать дерево достаточно легко, вы просто вот берете центральную почку, вот так вот убираете, и оно растет там уже в три стороны, дальше можно его там опять формировать. Оно растет реально очень быстро, и в общем тут появится такая декоративная группа. А вот эти все камни, сосны, это все такой скандинавский дизайн, то есть то, что мы как бы любим, функциональный скандинавский красивый дизайн, такой северный, чуть-чуть аскетичный, в общем здесь так и будет. Товарищи, мы могли применить обычные вот эти столбики, которые все применяют, да, в ландшафтном дизайне, но они бы, наверное, не смотрелись так природно, да, и хотелось применить какой-то необычный светильник, который, ну, закрывает ту же самую функцию, да, но тем не менее прячется в природе, да. И вот Сергей мне посоветовал камышовый светильник, он называется, также бренда Витролюкс. Значит, мы сюда по весне подсадим еще пучки камышовой травы, и он будет в этих пучках вот так вот органично сидеть и не выделяться, при этом вот освещать вот этот вот участок. Все, в принципе, да, ровно так и есть. Самый большой кайф именно этого решения, почему оно мне нравится, оно не как все светильники светят на ландшафт, выделяя его как-то акцентно и тем самым привлекая к себе внимание. Когда куст ярко подсвечен, он кричит, посмотрите на меня, я крутой куст. Мне это не всегда нравится, мне нравится, когда... Мне нравится, как ты рассказываешь. Это так и есть. Вот, мне всегда нравится, когда освещение, оно становится, вот есть такая фраза, есть у архитектуры, есть 3D вариации, есть четвертое измерение архитектуры, это свет. С ландшафтом та же самая история. Ландшафт супер недооценен. Все прорабатывают фасадное освещение, но забывают про ландшафт. Смотри, какие классные решения, они сами по себе светятся, этот эффект называется маркерный, когда ты просто видишь от него эффект, в ночи они будут очень так романтично здесь находиться. Прозрачная вот эта вот в сечении круглая штука, ее будет практически не видно, да. Сейчас просто день, поэтому их круто можно рассмотреть, но вечером они будут очень сказочно выглядеть. Елочки будут тихонько подрастать и они будут теряться в этой листве, будет очень романтично и уместно. В общем, следующая функциональная зона, это баскетбольная площадка, если вот двигаться вдоль забора сюда. Вот эта баскетбольная площадка, это мини-баскетбол, даже не так, ребята, если вы представляете себе мини-баскетбол, то это его половина, то есть вообще скромненькая площадка. И что мы тут видим? Во-первых, тут появляется забор, забор жалюзи, тоже мой любимый тип заборов, у меня столько любимых типов заборов, я вроде как и из рейки люблю, как у соседа, и живу изгородь, и вот это. И вообще мы, честно говоря, я задавал вам опрос, такой вот опросник небольшой, в каком-то из выпусков, какой забор мне сделать? Эти мнения разделились, кто-то сказал, надо сделать зеленую изгородь, кто-то сказал, надо сделать полноценный забор, но низкий, кто-то сказал, высокий, кто-то сказал, вообще без забора. Короче, я прислушался, я сделал и так, и так, и так, и так. поэтому меня есть пожалуйста и высокий забор пожалуйста низкий забор зеленый и вообще без забора тоже есть вот короче я прислушиваюсь к комментариям значит забор жалюзи но над ним чтобы мячик не улетал мы сделали вот из евросетки антрацитового цвета такую вот часть и соответственно вот она до двух с половиной метров визуально ее практически не видно но мячик туда не летит кольцо кольцо забетонировали сделали большие 6 метровые фонари по линии кольца ну для того чтобы можно было там в темное время суток тоже играть что важно помнить про спортивные объекты непосредственно про баскетбольную площадку когда ты бросаешь мяч накидываешь туда 3 очков или забегаешь сверху важно чтобы тебе опять же не светил источник света в глаз поэту свет не был за получать чтобы он не был за и даже и чтобы он не был в принципе что ты не видел практически источник света видел освещенность поэтому когда я сказал андрюс у нас будет 6 метровые опоры услышал что ты с ума зашел почему такие большие вот именно поэтому ты уже включал уже попробовал здесь я еще не пробовал играть но я уже включал как бы да и на самом деле то что они такие высокие они как раз не видны сам источник света не виден можно свободно играть плюс они находятся по линии кольца то есть они не за кольцом нету тени соответственно щита то есть ну максимально правильное решение конечно я удивился их высоте потому что но обычно такие не знаю каких-нибудь жека оставят такого такого формата фонари но для баскетбольной площадки то самое логичное решение не смотрят уместно вот круто я за это переживал потому что все-таки действительно 6 метров но есть госта нормативы по которым мы проектируем световые установки ну как нас как научили как так мы это все и делаем ничего с там 70-х годов не поменялось все спортивное освещение должно быть с асимметричным источником света чтобы он такой кососветного называем индустрии он должен быть на высокой такой большой высоте но хотя бы метров пять с половиной шесть даже если это на участке но тут настолько неуместно смотрится я тоже честно говоря переживал когда ну пошел согласовывать именно эти опоры я вот не знаю мне не нравится кайфово смотрятся они здесь и играть с ними будет комфортно так что я думаю что вот эта локация я и тоже супер доволен значит про подготовку да точно будут вопросы это не финишное еще покрытие сюда еще будет укладываться финишное покрытие сейчас это утрамбованный гранитный отсев до под ним находится асфальтогранулят как такая несущая несущий слой а еще под ним находится пгс то есть такой вот слое слоеная структура наверх на вот это мы будем монтировать и пдм крошку да это будет зеленого цвета такое вот специальное покрытие для баскетбольных площадок с белой разметкой почему зеленая но чтобы сливалась травой у нас все-таки этот природная тема обратите внимание что тут нету какого-то борта есть вот это вот пластиковый порожек до специальный порожек для благоустройства бетонные борты мы редко применяем и финишное покрытие будет как раз вровень с его верхней частью как раз сейчас здесь видно что сантиметра два сюда вот этого покрытия еще пойдет примерно следующий участок следующий участок вот здесь за баскетбольной площадкой я пока не знаю как его использовать у меня появилась такая мини идея залить здесь еще одну стенку для того чтобы можно было либо играть волейбол просто от стенки отбивать до плюс это еще одна бетонная стенка что как бы повторить дизайн то есть есть там стенка есть там стенка и она будет выполнять функции вот это вот для игры в волейбол или для игры в теннис можно будет от стенки отбивать а вот за ней сделать конь огородик да ну чтоб можно было там какую-то зелень в салат выращивать в общем визуально закон это не будет видно плюс это южная сторона бетонная стенка не будет создавать большую тень потому что с юга солнце выше она как бы как раз попадает это одна из идей да есть еще идея детская площадка на умение у детей есть идея воркаут но вроде как на улице не надо в общем я слушаю комментарии пишите их как видите как вы пишете так мы по большей части и делаем значит забор он дальше переходит в ту и а вот забыл сказать там есть калитка если мячик все-таки вылетел за забор то вот пожалуйста калиточка можно подойти открыть пройти и собственно это мячик забрать дальше опять-таки заборы стуль под туями чтобы там не повредить их корни мы используем мульчу то есть и такой вот борт из csp это еще один такой лайфхак с помощью универсальный материал цементно-стручная плита у меня из него сделаны там панели на стенах у меня из него сделано там подступенки и у меня из него сделан вот эти вот борты то есть вы когда там условно говоря косите до газонокосилка вот упирается вот в этот бортик и не может повредить как бы корни вот этих растений мульча соответственно она впитывает влагу и соответственно растение как бы даже в засушливый период как бы дольше живет да если можно так сказать тут у нас газон газон это не рулонный газон просто посеяли он вырос в газоне есть одна штука его надо постоянно косить чем больше вы косите свой газон тем он как бы более плотный скажем так более плотный более сочные более красивые то есть как бы если у вас участок на котором вы хотите сделать газон рассчитывайте что там минимум раз в неделю и его придется косить вообще по-хорошему два раза в неделю в общем я решил что садовник нужен потому что 37 соток ну как бы самому наверное им заниматься это долго значит дальше еще один вход на участок собственно вот эта территория ее хотелось бы оформить наверное как какую-то еще одну въездную дополнительную часть лучше это сделать сейчас чем потом этого просто не будет при том брать внимание они уезжают прямо туда на зеленую изгородь вот там даже зеленая изгородь вот ворота они прямо вот туда вот и уезжают и ничего страшного как бы в этом нету то есть можно вот так вот миксовать это был мой эксперимент это был мой эксперимент но по факту можно миксовать забор зеленой изгородью все миксуется все отлично то есть никаких в этом проблем нету так вот вот площадка это как бы такой дополнительный заезд тут будет скорее всего какая-нибудь там сетка для газона под ней трава но можно будет на него заезжать машиной здесь я бы хотел посадить какой-то сад опять же жду от вас комментариев какие деревья лучше всего садить приуть при условии что у меня есть туи вот здесь и ту и вот там то есть это на отдалении метров 5-8 есть туи да то есть может яблони плохо растут я не садовод как бы мне только предстоит это все узнать поэтому пишите суть сада очень простая впереди терраса то есть хочется там не знаю как яблоко сорвать находится близко плюс она закрывает вот эту въездную вторую часть если кто-то вот по дороге вот здесь вот ездит он не будет заглядывать в окна потому что ему там вишни мешают еще одна история вот там пруд и соответственно вишни яблони они очень красиво цветут весной и это вот как такая вот чуть-чуть японская тема да когда цветущая вишня вода камни ну и вот это все значит туи они плавно переходят здесь в черные сосны и черные сосны переходят в деревья черные сосны мы сажали там опять же 45 метров высотой там 456 примерно так вот эти деревья были на участке вот эти кусочки деревьев были на участке остальное мы все формировали я вам вообще покажу как этот участок выглядел до 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 как бы до меня условно говоря да ну наверное вам будет интересно ведь тут была мусорная яма как бы вся деревня скидывала сюда мусор и но никто не хотел участок покупать всем казалось что и вообще какая-то херня низкое место да мы его подняли очень сильно и вот три года мы уже строим вот этот дом ну и вот его окружение да и за три года нам удалось превратить эту мусорную яму и этот участок вот в такой вот интересный ландшафтный проект вот здесь у меня находится два пруда значит это маленький пруд такое маленькое озеро а там я условно большое озеро хотя по факту они два маленьких разница только в том что здесь глубина небольшая а там глубина побольше то есть в том большом пруду глубина ну метр 4 5 примерно в высокой точке я точно не мерил но где-то так здесь глубина ну по пояс да то есть здесь могут там дети купаться вот это вот все потому что ну как-то страшно что ребенок полезет там в 5 метровую глубину а здесь не проблема значит пруды у меня устроены мембраной то есть специальная мембрана для прудов под них пгс под них отведение воздуха из-под мембраны и это супер важно потому что как это если не будет отведение воздуха из-под мембраны мембрана может поднять снизу как бы да и она просто всплывет казалось бы но вот это возможно да поэтому когда вода условно давит на мембрану из-под нее должны выходить вот эти вот воздушный поток скажем тогда и у меня есть специальные там вот такие грибочки из которые выводят воздух значит в этот пруд стекается весь дренаж с участка то есть скажем там с крыши дома с территории с от мостки вся вода стекается в этот пруд эта вода чистая уровень воды в этом пруду он выше чем уровень воды в том пруду поэтому между ними есть такая дамба и если вот сюда подойти то в принципе это видно то есть реально тут как бы есть наверное в полметра по высоте отличия чтобы обыграть эту дамбу я придумал сделать здесь мостик и закончить этот мостик возле основной террасы опять к это сидишь на террасе тебе захотелось не знаю попасть в эту сторону участка ты по мостику перешел все должно быть функционально я считаю слушай тут тоже фонари какие-то придуманные расскажи это точно не мы делали я твою концепцию чуть развил да то есть тут два озера и вот эта часть она осталась без освещения практически да и хотелось подсветить деревья ну то есть вот как бы чтобы здесь не было темного пятна да и так как есть этот архитектурный объект в виде мостика и островка то есть мы продумали что мы здесь сделаем такие вот поворотные светильники их можно направлять как угодно можно в воду светить можно светить на дерево во-первых контур мостика сразу прорисовывается взлетная полоса условно говоря да и он освещает вот эти вот деревья и окружение вокруг а вот уже сам островок это соответственно витролюксовские светильники которые вашей концепции как раз были да я люблю эти решения они немножко из урбана взяты но я их ландшафте для частного сектора тоже люблю использовать потому что они офигенно смотрятся и вот этот как бы пруд побольше скажем так я долго думал над его использованием то есть вроде как его однозначно хотелось здесь сделать ну например можно разогнаться и нырнуть как бы да ну прикольная тема можно что еще можно можно рыбачить хотя вроде не рыбак но допустим да может не знаю кто-нибудь рыбак ко мне в гости придет можно просто красиво сидеть на воде вечером ну вот а можно я тут придумал жарить костер да то есть вот тут есть такая такой проем как бы мы сюда сделан такой чан из чугуна такого черного до смонтируем его сюда и здесь можно будет подкидывать дрова жарить мяско на воде прям вот это вот будет прям кайфовое место отсюда ты сидишь те виден участок те виден дом прям вот красиво в какую сторону не посмотри смотрим туда виден забор соседа вот эти вот высокие сосны высокие туи то есть не зря я это делал если этого не сделал вот я бы сидел здесь и смотрел бы и было некрасиво сейчас смотрю и красиво поэтому занимайтесь не только своим домом занимайтесь еще участком вокруг вот здесь вдоль дороги находится такой длинный перелив как бы у меня вот с участком была одна проблема там вот находится дачи дачные кооперативы из их огородов вот по весне там или по осени течет очень много воды и вот эта вода со всеми вот этими вот химикатами которые они там на огороде используют и это прям совсем не круто и она течет мне на участок потому что на место было низко мы существенно подняли вот ту часть участка я вообще посмотрел что в целом участок вырос метров на пять примерно это реально много значит тут видно насколько подсыпан участок то есть вот реально вот этот низкое место это был вот уровень 0 и участок плавно плавно шел туда то есть мы вот подсыпали здесь метра два примерно выровняли эту часть а вот здесь вот сделали такую дренажную канаву и вот здесь вот вода собирается она проходит здесь вот под дорогой у нас есть труба видно что она туда под дорогой проходит дальше она собирается в специальном колодце и оттуда уже под землей она уходит вдоль этой дороги туда далеко во враг то есть все вот эти нечистоты сдачи мы вот аж туда я хочу как бы такой пруд чтобы можно было в нем плавать обязательно да и мы думали из глиня из глины сделать его изначально но честно говоря то есть глиняный пруд в нем оказалось купаться невозможно как только на него наступаешься нога проваливается в глину вот случае с мембраной ну купаться возможно плавать возможно поэтому как бы надеюсь по весне или летом тут уже можно будет плавать пока тут мутноватая вода по понятным причинам мы когда делали еще не было газона и получается что шел дождь все что с берегов сливалась внутри пруда и как бы тут вода чуть мутная но она станет менее мутной плюс как бы сюда нужно садить специальные фильтрующие растения сюда нужно тут нужно заводить рыбу опять же по понятным причинам как только вы заводите рыбу нету комаров на рыба съедать личинки комаров комары не размножаются то есть такая экосистема могу вам посоветовать такой есть по прудам канал интересные ведет его сергей водоемов и вот он там рассказывать как раз про создание этой экосистемы люди все диссертации защищают по прудам это это целая такая вот сложная тема как создать правильную экосистему опять же для меня этого все новое и мне это все очень интересно поэтому по чуть-чуть изучаю и рассказываю вам о каких-то своих успехах чтобы под глина в больших большом количестве не стекла в пруд мы по-быстрому сделали здесь газон это газон рулонный то есть в отличие от того газона который вырос как бы сам этот газ он был привезен рулонами и он такими штуками пластиковым пристреливался как бы к основанию и создавал вот такой вот уже как бы готовое покрытие прикольного но он не такой зеленый честно говоря то есть это вариант сделать газон супер быстро но никогда этот газон не будет такой вот сочный зелененький как тот газон который вырос сам тем не менее мы решили задачу и у нас как бы все готово в короткий срок не дешево но но классно что быстро да так идем дальше вот с той стороны давать пройдем туда с этой стороны у нас находится пляжик значит пляж это такое это это просто хотелка да то есть это еще одна функциональная зона этого участка и по факту это просто хотелка потому что можно строить замки из песка как бы можно лежать на собственном пляже как бы вот это все прикольно да и пусть он небольшой зато мой как бы да мы сюда привезли речной песок специальный такой сделали здесь мелко чтобы можно было прям зайти в воду ну то есть это прям такой пруд для купания такое озерцо вот и тут прикольно на самом деле то есть вот можно вот сюда пройти тут прикольно вот эта тема то есть здесь такой мы хотим из больших камней выложить здесь такое вот как бы ступ лестницу такую да чтобы можно было по таким природным камням подняться прям спальню ну и наоборот когда ты проснулся летом в окне ты видишь классное озеро как бы открыл двери птички поют и собственно спустился и покупался сразу в озере а потом на террасе позавтракал но в этом загородная жизнь правда вот нету смысла вот для меня загородная жизнь это участок и как бы большинство усилий я вкладываю в участок дом у меня ну простой на мой взгляд да но вот участок он ценен потому что как бы это не квартира где ты вкладываешь все в интерьер здесь тебе хочется находиться на улице в первую очередь и улица тут должно быть много функциональных зон вот точно такие же светильники бренда vitrolux они используют на террасе я думаю ты их использовал именно на террасе потому что они не светят прямо в окно потому что там жилые комнаты и как бы смотреть на свечащийся шар это аккомодация я уже буду твоими терминами говорить да учусь так сказать вот а этот светильник у него пучок света рассеянный вниз при том он освещает достаточно большой участок привет я очень люблю когда заказчик внимательный заказчик своей стройке к своей площадке он так просаливается светодизайном и в конце уже мою же презентацию мне же передо мной же ее защищает это тот случай как раз сейчас я вообще в принципе вдохновился да и теперь но я больше внимания в проектах уделяю именно свету потому что ну как бы у нас такой климат что зимой там после четырех уже начинается начинает темнеть да и ты приезжаешь с работы по факту в шесть видишь свой дом именно в темное время суток и видишь это прямо полгода и если этот дом просто черный да но типа там нет никакого освещения это совершенно не то а света работает над впечатлением да и эмоции вечером этот дом выглядит совершенно иначе чем днем вот вы видите дневную картинку но он специально показываем и вечернюю картину что могли сравнить и это два немножко разных настроения это настроение нужно создавать его нужно создавать цельным проектом подбором света короче после того как вот мы сделали на моем доме я сейчас внимательнее отношусь к этому в своих проектах я очень рад этому чем больше красивых проектов света дизайна вообще в этом мире чем больше ваших проектов тем кайфовый раз мы заговорили про бюджет да вот у меня вот подписчики постоянно просят вот покажи сколько денег ты тратишь на дом вот интересно конечно же важно знать давай начнем со света на давай вот но много людей не не закладывают свет вот изначально в свою смету когда строят дом давай покажем сколько стоит вот мир ландшафтный свет прикрепим вот сюда вот ссылку на коммерческая до которой ты мне делал вот и соответственно люди оценят плюс там будут модели этих светильников да 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 и они смогут как-то использовать у себя конечно это там будет прям стоимость конкретно этого изделия в питере можете прям проваливаться по этой ссылке заказывать там напрямую потому что вот в этом конкретно столбике я уверен вообще как речка про ландшафтное освещение это довольно безопасная история можно легко самостоятельно сделать потому что любой ландшафтный архитектор или автор этого ландшафта кому хозяйка или хозяин они ну ну лучше тебя там меня знают где у них какой куст растет какая ту и откуда приехала и просто берешь форм-фактор подставляешь уже будет хорошо с фасадами сложнее но мы тоже оставим ссылки на эти светильники чтобы вы самостоятельно могли свой готовый дом например уже сделать более с точки зрения света дизайна крутым отсюда вот если повернуться в сторону озера можно увидеть сколько мы вообще подсыпали да тут не было такого большого перепад рельефа он был но он был в районе двух метров это дал нам возможность ним дальше работать но мы еще метра три я думаю здесь насыпали того метров пять от воды тут минимум есть перепад рельеф значит это хорошо потому что во первых ты видишь далеко когда находишься высоко во вторых вода не течет к дому она течет от дома ну в пруд куда она в общем и должна течь кстати дождевая вода она как бы чистая и она может спокойно использоваться в пруду значит назначение этой террасы вдоль панорамных окон очень важно сделать выход ну потому что когда ты просто смотришь на что-то красивое из окна но не можешь туда выйти ну это как-то неправильно это как стоять в воде и хотеть пить поэтому тут есть два выхода он есть со спальни соответственно он есть гостиной зоны и ну вот можно сюда выйти тут будут стоять диванчики тут будет какой-то столик чтобы можно было там перекусить какой-то небольшой столик ну в общем то и все отсюда можно спуститься вниз и кстати обратите внимание что ее уровень отметки нуля практически равны с уровнем отметки нуля пола он по факту тут буквально сантиметр разница это смотрится как продолжение пола дома это еще одна из функций да то есть хорошая архитектура она должна плавно переходить в рельеф и здесь как раз то есть вот это вот дает визуальное расширение дома на потому что большие окна и вот эта же история с таким как этом без барьерностью да она даже есть в окнах да то есть у меня окна они без импостов на и просто стекло переходит в стекло а между ними в доборчике есть стеклянная вставка с двух сторон гермет и вот если мы так смотрим мы видим такую плавную просто плавное стекло которое отражает природу и по факту нас и с этой стороны природы и с этой стороны природы это очень красиво это наш узел который мы сделали ну проэкспериментировали у нас он уже там год этому узлу мы смотрели тепловизором прям вот все очень хорошо и сейчас можем фахверки делать именно таким вот способом я более скажу я думаю все производители фахверка будет фахверки таким же способом значит спускаемся на нижнюю террасу и близкая квадрату по форме и это терраса ну она для готовки то есть тут будет различные приблуды для готовки там тандыр барбекю там казан в общем все что бывает все я хочу купить и хочу заниматься готовкой потому что это еще одна из функций на этом участке можно писать большой стол чтобы кормить гостей которые сюда придут и терраса для общения она черного цвета из лиственницы как вы видите вот эти все мостики террасы я делаю черного цвета потому что все равно со временем посереет и лучше сразу сделать его там черным и ничего с ним не будет как бы до немного более марка немного выцветает но в целом проблем гораздо меньше чем когда какой-то другой цвет а дерево вообще материал за которым нужен уход значит здесь я использовал фонари фонари трехметровые там фонари 6 метровые я вообще за использование фонарей на в ландшафтном дизайне таком в частном домостроении потому что свет должен быть в разных ярусах мне кажется то есть свет может быть низкий такими низенькими столбиками и они у меня там есть свет может быть грунтовыми какими-то светильниками они светят на какие-то предметы как у меня на бетонную стенку или на дом или вот с мостика на деревья условно говоря и свет должен идти сверху вниз и вот в этом случае фонари обрати внимание здесь мы использовали светильники они тоже как и те светильники с асимметричным распределением света они будут светить примерно до середины но света света с дома будет у лестницы я всегда заказчику говорю ребят прорабатывайте хорошо проект интерьерного освещения потому что по факту когда вы будете будете находиться снаружи это будет элемент фасада если будет какая-то клевая арт-концепция световой инсталляции в гостиной то она будет играть как часть фасада и это же можно рассчитать и применять по своих проектах при том когда человек стоит там он получается не будет видеть сам источник света потому что источник света находится ниже но тем не менее он находится над террасой то есть это тоже продуманный момент значит вообще если вам что-то интересно там скажем где я покупал там туи я вам скину питомник где покупал 6-метровые деревья я вам скину питомник где брал вот это чудесное масло для террас на доске кстати реально очень хорошая если что осмо масло я вам тоже скину подрядчика фонари вы уже знаете это сергей там я не знаю что вас вообще здесь интересует да что я где брал мембрану для пруда скину вам подрядчика я просто хочу чтобы это было полезно чтобы не просто смотрели о какой у чувака участок а чтобы вы могли реально взять какие-то элементы себе да я вам рассказал как я их у себя делал и пожалуйста повторяйте значит что еще про эту террасу рассказать наверное еще одна из ее функций это какой-то такой плавный переход архитектуры в рельеф то есть мы могли сделать просто дом наш прямоугольником и все но мы к нему достроили террасу к террасе мы достроили еще одну террасу вот эту к этой террасе мы достроили мостик и как бы вот архитектура и природа они как бы сплетаются в одно целое это такое вот это просто к метод проектирования до когда архитектура она постепенно растворяется в окружении и вот это одна из отличительных черт которые есть во всех наших проектах ну что товарищи посмотрите какой красивый вид из окон все вот эти озера все отсюда видно мы подробно вам постарались рассказать про благоустройство раскрыть все нюансы если что-то не рассказали пишите обязательно я вам отвечу значит это юбилейный 10 выпуск поэтому ставьте ему лайк и загадывайте желание а я за вас задую свечи не задул